Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Сейчас прошли финальные испытания у детей в Российской Федерации. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем. Вакцинация несовершеннолетних. Прививки от ковид скоро будут ставить и детям. В понедельник у нас по меню будет картофельное пюре с фрикадельками куриными в соусе. То, что любят детки, именно куриные маленькие котлетки и свежий огурчик. Готово даже меню. 55-я школа откроет двери первым ученикам уже в понедельник. Уникальный в своем роде концерт состоится в стенах Карельской филармонии. Уже в понедельник ученики новой Петрозаводской школы номер 55 приступят к занятиям. Сейчас в учебном заведении идут последние приготовления к приему ребят. Накануне открытия наш корреспондент Юлия Бараева побывала в школе и познакомилась с учителями и другими работниками. Подробнее в нашем сюжете. Своих первоклашек учитель начальных классов Ксения Щербакова в понедельник встретит уже в новой современной школе. Учебный год ребята начали в школе номер 46, а продолжат здесь. Ксения признается, попасть сюда мечтала давно. Это на самом деле очень волнительно. Я в эту школу хотела изначально давно. Когда я подала свое резюме, пришлось ждать все лето, в прямом смысле все три месяца, для того, чтобы мне позвонили и предложили прийти на собеседование. Учебные классы к работе готовы. Все они оснащены современным оборудованием. В кабинете искусств учеников уже ждут мольберты. Здесь ребятам будут преподавать уроки МХК. Завершается подготовка к открытию спортивных залов. Всего их пять. Один из них для маломобильных групп учеников. Зал оборудован. Вход в зал оборудован для того, чтобы проехать на коляске можно было бы. Раздевалки, туалеты, душевые. Также оборудованы для маломобильных учащихся. В школе также будет работать медицинский блок, который включает в себя стоматологический кабинет. А в пищеблоке сегодня проверяли готовность оборудования. Помещение оснащено пароварочными котлами, овощерезательными машинами и другой техникой. Все для того, чтобы работать повару и сотрудникам столовой было удобно. Это восторг, что новая школа, новое оборудование. Все сделано достойно. В понедельник у нас по меню будет картофельное пюре с фрикадельками куриными в соусе. То, что любят детки, именно куриные маленькие котлетки. И свежий огурчик, печенье и чай. То, что любят дети. В этом году двери школы откроются для 18 начальных классов. Это 540 ребят. Кадровый состав тоже сформирован. В начальной школе будут работать 23 учителя. И начинающие педагоги. Мы будем развивать наставничество. И звезды у нас есть, которые готовы быть наставниками. Здесь много воздуха, много простора, много цвета, пастельные тона. Мы старались наполнить музыкой. Вы слышали, что у нас урок начинается музыкой Моцарта, завершается урок мажорной музыкой Баха. Очень интересные учителя. Мы готовы к работе. И мы уверены, что форма школы будет соответствовать содержанию. В понедельник младших школьников ждет праздничный день и первые уроки. А перед занятием ребят встретят ростовые куклы сказочных героев. Сразу после открытия учебного заведения начнется комплектование из старших классов школы. Юлия Бараева, Борис Касьянов, Служба новостей. А родители учеников Петрозаводской школы номер 3 взбудоражила информация о том, что учебное заведение может прекратить свое существование. Причина – едва ли не аварийное состояние здания и угроза разрушения. Стоит ли паниковать, подбирать другую школу для детей и что на самом деле происходит с образовательной организацией? В ситуации разбиралась Анжела Дробышевская. Директор третьей школы Ольга Мурзина показывает больные места учреждения. В актовом зале на потолке видны протечки с крыши. То же самое и в библиотеке, а ведь ремонт здесь был сделан недавно. Зданию в этом году исполняется 45 лет, поэтому текущие ремонты – привычное дело. Были работы и посерьезнее. В 2019 году пришлось укреплять сразу три угла школы. Были подвижки здания и, чтобы оно не разрушалось, пришлось пожертвовать окнами. В некоторых классах частично, в лаборантских – полностью. Вот мы видим с вами, что здесь вместо окна теперь вот эта укрепляющая стена, которую мы вынуждены были установить. Металлические стяжки проблему решили, но в школе менять нужно практически все. В 1976 году, говорит директор, строители сдавали здания в авральном режиме, с огрехами. Своё дело за годы сделали и подземные ключи, и когда-то работающие рядом каменный карьер. Трещины в стенах появились не вчера, и наблюдение за ними идет постоянно. Много лет. Угрозы безопасности жизни нет, потому что туда выезжают и сотрудники нашего подведомственного учреждения, которые наблюдают за ситуацией. Конечно, угрозы разрушения, вот прям, чтобы она разрушалась, в настоящий момент нет. Но потребность в ремонте есть. Проектно-сметная документация на капремонт школы готова. Её представят в ближайший понедельник. По предварительным расчётам, ремонт может обойтись в 400 миллионов рублей. Городу, да и республике просто не потянуть. Поэтому предстоит вступать в какую-либо федеральную программу. Процесс этот небыстрый и даже примерных сроков никто назвать не может. Поэтому пока школа работает в обычном режиме. Школа не рухнет, школа не закроется. Это, ещё раз повторюсь, это очень большой подготовительный этап. То есть вот здесь вдруг и сейчас не произойдёт точно ничего. Мы работаем нормально, учимся в штатном режиме, всё замечательно. Я попрошу родителей не беспокоиться. Когда дело всё же дойдёт до капремонта, то учеников, а на сегодняшний день их 1165, придётся распределять по другим школам. Но об этом сегодня думать слишком рано. Смогут ли дети учиться во время ремонта? Категорически нет. Когда идут капитальные ремонты, а если мы посмотрим с вами на ПСД, которое было разработано, там большой комплексный ремонт. Это, конечно же, говорит о том, что нельзя вести образовательный процесс при данном виде ремонта. Капремонт может затянуться на полтора-два года. Возможно, к этому времени на Ключевой построят ещё одну школу. Участок под неё практически согласован. Между санаторием «Белые ключи» и местечком Сайнаволок. Анжела Дробышевская, Станислав Шведов, Служба новостей. В Минздраве Карелии объяснили, в каких районах республики будет максимальный риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали во время прямой линии, посвящённой борьбе с COVID-19 в регионе. По словам руководителя Минздрава Михаила Охлопкова, пострадать могут жители тех территорий, где прививались реже всего. К ним относятся Пудожский, Петкеранский, Кемский и Оланецкий районы. В начале Нового года на этих территориях может произойти резкий рост заболеваемости. По мнению специалистов, самый действенный способ борьбы с коронавирусом – это вакцинация. У нас были и 18-летние, и 30-летние, и даже были дети, которые тяжело переносили эту инфекцию. Конечно, там преимущественно у нас болеет более пожилой возраст и те люди, которые имеют сопутствующее заболевание. Но тем не менее, это не говорит о том, что если у вас возраст ниже 50 лет, то вы каким-то образом застрахованы от тяжелого течения этого заболевания. Поэтому обязательно надо вакцинироваться. Во время прямой линии рассказали и о планах по вакцинации несовершеннолетних. Медики говорят, что такая мера поможет не только в борьбе с коронавирусом, но и защитит самих детей. Всё чаще они переносят болезнь так же тяжело, как и взрослые. Сейчас в стационарах находятся 13 больных коронавирусом детей разного возраста. Это не только подростки, но и младенцы. Сейчас прошли финальные испытания у детей в Российской Федерации. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем. И мы видим те страны, которые вакцинировали детей, какой у них результат. Очень хороший. Это Куба, это Финляндия. И там практически уже нет такого распространения ковид-инфекции, как в других странах. Также, по словам специалистов, после эпидемии коронавируса в России ожидается значительный рост пациентов с сахарным диабетом. У некоторых переболевших диабет возникает сам по себе. После инфекции возрастает уровень сахара в крови. Кроме того, гипергликемии способствуют и препараты, которые выписываются при лечении. Очередной этап конкурса «Лидеры Карелии» прошел в карельском филиале Российской Академии народного хозяйства и государственной службы в Петрозаводске. Молодые управленцы, прошедшие предварительное тестирование и заочный отбор, защищали свои проекты перед жюри. Финалист конкурса Анастасия Шеплякова привезла из Сегежи свой проект о внедрении новой инновационной модели реабилитации подростков, приступивших закон. Она работает методистом и социальным педагогом в Центре развития образования Сегежского района. Несмотря на то, что какой-то единой системы комплексной работы с такими лицами у нас нет, она отсутствует. Тем не менее, все равно есть ряд заинтересованных людей, так же как просто простые граждане, как мы с вами, так и специалистов, которые хотят, нацелены и готовы работать в этом направлении. Поэтому, в принципе, здесь требуется больше скоординировать, саккумулировать имеющиеся ресурсы, их направить, координировать, ну и, собственно, уже реабилитировать. В конкурсе принимали участие проекты не только социальной направленности. Кто-то презентовал свой бизнес-план, а кто-то искал поддержки для спортивных инициатив. В состав жюри вошел глава Петрозаводска Владимир Любарский, директор филиала Роман Пивненко и семь экспертов из разных областей деятельности. Главными наградами конкурса станет рекомендация к включению в резерв управленческих кадров Республики Карелия, участие в программе наставничества с ведущими руководителями региона, грамотой и призы. Однако, любой участник может рассчитывать на экспертное заключение о своем проекте и обмен опытом с другими участниками конкурса. В Карельской столице пройдет неделя кино Финляндии, а Петрозаводчанка вошла в топ-5 победительниц международного конкурса красоты. Об этом и не только смотрите в нашей постоянной рубрике «Коротко». С 19 по 22 ноября в Петрозаводске пройдет 24-я неделя кино Финляндии, в рамках которой будут представлены финские игровые и документальные ленты последних лет. Заслуженный тренер России Сергей Петров вышел в финал онлайн-голосования национальной спортивной премии 2021 года в категории «Тренер года». Один из его воспитанников – Владислав Ларин, который завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. В Турецкой Анталии прошло финальное шоу международного конкурса красоты королевы Евразии. Петрозаводчанка Наталья Шарапова вошла в топ-5, завоевав титул победительницей Европы. В Карелии стартовал конкурс «Лучший предприниматель года». Прием заявок на участие в нем уже начался и продлится до 30 ноября. По всем вопросам можно обращаться по телефону 55 98 09. За сутки от коронавируса скончалось еще три жителя республики. Врачи зафиксировали 336 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 295 человек. По предварительным результатам голосования пятого раунда конкурса арт-объектов «Ту-ту-арт» вперед вырвалась «Долина Зайцев» – петрозаводского скульптора и резчика по камню Сергея Гапановича. Арт-объект «Долина Зайцев» набрал более 500 голосов и занимает первое место в списке. В пятом раунде помимо работы Сергея соревнуются еще семь арт-объектов. Сейчас на втором месте динозавры с запчастей в Псковской области, а на третьем – паровоз на даче в Ленинградской области. Отдать свой голос за нашего земляка можно до 15 ноября. Победитель каждого тура будет представлен в финале, результаты которого объявят 24 января следующего года. Стараниями Сергея на скале в Прионежском районе вырезаны около 600 зайцев. Скульптор планирует разместить там тысячу. Свой арт-объект он создает вручную с помощью трафаретов и болгарки. За 10 месяцев этого года в Карелии зафиксировано почти 500 дорожных аварий. Число погибших увеличилось на треть. Часть из этих аварий случилась благодаря нетрезвым водителям. Страшно подумать, но за те же 10 месяцев только в Петрозаводске отстранены от управления в состоянии опьянения 648 человек. Но и трезвые, на первый взгляд адекватные водители порой творят на дороге, что хотят. Будто правил дорожного движения не существует. Тему продолжит Анжела Дробышевская в своих дорожных хрониках. На дорогах республики происходит что-то странное. Хотя, пожалуй, уже привычное. Легко и привычно водители превышают скорость, проезжают на красный, не видят пешеходов и знаков. К чему все это приводит? Смотрим в нашей сегодняшней подборке происшествий. Петрозаводск. Корабела включевая. Аварию устроил водитель на Ниве. Очевидцы говорят, был под градусом. 4 ноября. Петрозаводск, Первомайский проспект. Трое участников аварии выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора. При выезде с перекрестка первый водитель остановился перед пешеходным переходом, а двое следующих не успели. Тот же проспект в другом месте 6 ноября. Снова групповое. ДТП произошло в момент смены сигналов светофора. Досталось и самим виновникам, и по традиции мирно стоявшему авто с законопослушным водителем. 7 ноября. Прионежский район. Это видео последствий аварии с двумя легковушками и кроссовером. Водитель последнего допустил занос авто и съехал в левый кювет. Другой, чтобы избежать столкновения с ним, ушел на встречку и там врезался в легковое авто. Еще одна авария в Прионежском районе стала трагической. Водитель Киа Рио на большой скорости ушел в занос и на встречную полосу. Далее наехал на барьерное ограждение и машину отбросило под встречный ленд-крузер. Водитель легковой погиб на месте. 6 ноября на Ровио был замечен неадекватный пешеход. Он ходил по проезжей части, препятствуя проезду машин. Хорошо, что оказавшиеся рядом люди увели человека с дороги. И вот еще одно странное поведение пешехода. Накануне на проспекте Невского женщина долго и упорно дефилировала на проезжей части. Осень, однако. А это видео сняли пассажиры маршрутки 9 ноября. Конфликт случился у водителей. И они напрочь забыли про пассажиров. Споры и разногласия у участников паблика ДТП Петрозаводской и Карелии вызвала авария с участием троллейбуса и автомобиля 5 ноября на проспекте Ленина. Кто-то считает, что у общественного транспорта была помеха справа. А кто-то увидел виновника в лице водителя авто. Классическое, казалось бы, ДТП. Но кто из подписчиков группы и участников аварии не помнит правил? Узнаем ГИБДД. Ситуация банальная и никакая она не спорная. Здесь просто нарушение пункта 8.4 правил дорожного движения. Где четко сказано, что при перестроении водитель транспортного средства должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, который не изменяет движение. А здесь водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу троллейбусу, который двигался по своей полосе. Да хорошо, что вот так чуть-чуть они столкнулись. А троллейбус вез пассажиров, могло и привести это к падению пассажиров. На сегодня это все. Берегите себя, других и не становитесь участниками дорожных хроник. Уникальный в своем роде концерт состоится в стенах Карельской филармонии уже на следующей неделе. Известный петрозаводский историк и директор Национального музея Карелии Михаил Гальденберг совместно с мужским хором подготовили концерт под названием «Край, разбуженный Петром». Наша съемочная группа побывала на репетиции грядущего выступления. В Карельской филармонии решили побаловать искушенного зрителя и подготовили не просто концерт, а концерт-рассказ об истории нашего края. Здесь музыка дополнит слово, а слово – музыку. Во время выступления зрители услышат текст, который будет разделен вокальными иллюстрациями. Так мужской хор совместно с историком и директором Национального музея Карелии Михаилом Гальденбергом помогут зрителю окунуться в петровскую эпоху и попытаться понять русского царя, который перевернул ход истории для всей России. Вы знаете, у меня ощущение очень интересное, потому что я всю жизнь занимался историей и Петром много, а сегодня вот на репетиции я его понял немножко по-своему. Помогла музыка. Музыка и слово историка – это, по-моему, какой-то новый жанр рождается. Я понял его дух, дух первопроходца в пустыне. Вот такая музыка, она дает понять, как ему было сложно. Мужской хор исполнит канты, старинные песни, музыку западноевропейских композиторов на немецком и чешском языках, а также уже полюбившиеся публике произведения современных композиторов. Понимаете, это такой будет концерт, когда нам самим, непосредственно находясь на сцене, мы будем получать что-то новое. Я знаю, что точно Михаил Леонидович будет импровизировать, он обязательно даст нам то, что сегодня не рассказал, и в этом смысле мы также вместе с публикой будем на сцене просвещаться и вдохновляться для того, чтобы еще лучше петь. В новом сезоне мужской хор представляет абонемент, посвященный Карельскому краю, а «Край, разбуженный Петром» станет первым концертом этого абонемента. Яркую вспышку над Петрозаводском будет изучать астрономический клуб ПетрГУ «Астериан». Накануне вечером над Петрозаводском пролетело ярко освещенное небесное тело. Вспышка была такой силы, что ее видели жители Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других соседних городов, а также Финляндии. Руководитель клуба «Астериан» Артем Новичонок рассказал, что пролетевший объект, скорее всего, является болидом. По той вспышке, которую я видел сам, своими глазами, стало понятно, что тело не очень большого размера было. Это, конечно, все-таки рассуждение жизненного опыта. На основании каких-то прошлых наблюдений болидов, ярких падений метеоритов, не очень было ярко. Скорее всего, небольшой был объект. Я так оцениваю, что где-то можно очень примерно, так говорить, что где-то килограммового масштаба. Вероятно, до Земли ничего не долетело. Но если долетело, то энтузиасты должны ехать где-то на север. И, вероятно, в ближайшее время будет более точный эллипс понятия падения. Но в тайге искать что-то сложно. В астрономическом клубе будут заниматься изучением болида. На странице ВКонтакте сообщества появилась просьба присылать фото и видео небесного тела, чтобы понять, что это было. А некоторые любители астрономии уже вычислили примерную локацию вероятного падения останков небесного тела. И это все новости на сегодня. С вами была Наталья Ильина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова